здорово шофера автобусники омси воды водятлы в этом гайде я вам расскажу как настроить руль моем случае logitech g27 в игре омси у вас симулятор 2 нам понадобится значит logitech pro файлер здесь мы выставляем настройки пока что можно выставить под себя вот я лично использую 900 градусов вот здесь 100 spring 20 и дампер 100 если меня не будет устраивать в процессе то мы это дело поменяем пока мы это сворачиваем и переходим в игру спешу напомнить что у нашего канала есть страничка на бусте там имеется гайд как скачать и установить омси 2 самой последней версии также по подписке в 50 рублей вы получаете ранний доступ к роликам и гайды и так мы собственно говоря в игре свежая версия лично у меня так настройки контроллеры сейчас у нас все подхватит подхватил так вот наш же 27 также я покажу как настроить геймпад в качестве батон бокса стрелочка и он у нас сюда падает наш руль и покрутим это у нас оси руля следующее так нам нужно сейчас сделать что надеюсь педали будет видно по нажимать все педали с цепу газ тормоз и покрутить руль так нажимаем газ нажимаем газ выжимаем в палас и здесь выбираем газ газ все газ у нас есть дальше сцепа здесь выбирая сцепление тормоз тормоз логично логично пока галочки нигде не ставим дальше поймем в процессе что нам нужно что нет здесь действие force feedback это то есть усилия и интенсивность пока не трогая кнопки здесь нужно по нажимать все все и на коробке но крестик не работает и передачи все тоже нажимаем тыкаем на тыкали все дальше нам нужно каждую клавишу каждую передачу определить кроме педалей на свое усмотрение кому как давайте начнем непосредственно с коробки передач первая передача у нас загорается красным значит у нас нажата это клавиша здесь нам нужно выбрать процесс муторный достаточно искать вот это все ищем 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 нам нужно то что будет написано с большой буквы именно с большой буквы это у нас с маленькой буквы нам это не нужно иначе у нас не будет нейтральной передачи а нам нужна нейтралка вот вручная кп 1 1 передача ступень только вот выбираем первое второе аналогично ищем с большой буквы так два три аналогичных зашла 3 4 и задние задний ход да только активен ну там что-то написано нам это не важно дальше я настраиваю автомат автомат как у нас выглядит здесь автомат в этом списке который приходится много листать чтобы все настроить можно настроить по клавишам прямо первая вторая вперед нейтралка и задних вот до выбираем d потом вот это у меня обычно это нейтралка это обычно у меня нейтралка так хотя бы она походит на настоящий автомат так нейтралка и вот это у меня обычно всегда задняя а первая и вторая на этими передачами особо никогда не пользуешься поэтому их можно и непосредственно на панели включать при помощи мышки задних вот да все с этим дальше я настраиваю питание свет зажигание и все остальное прочее например питание возьмем вот это у меня клавиша питания здесь это сейчас мы это найдем вот электрика в кавыкал это питание ну и думаю разберетесь дальше сами что здесь зачем и почему иначе если я буду каждую так вот искать кнопочку на ее назначение то это займет много времени это немножко все таки не та игра где все быстро настраивается так и проверяем что у нас все четко пятая шестая в задних вот здесь стеклоочистители но это я так пока настроил чисто как говорится на шару потом я все конечно же под себя поменяю пойму как мне удобно так все у нас коробки джусть у нас не работает поворотники тоже у нас настроены теперь остается нам все дело проверить так ну запустим давайте в этот раз а пусть будет берлин обычный стандартный нам чисто нужно проверить чтоб все у нас работало если что-то не работает до настроим для примера за спавнем сейчас мы и карус который у меня вместе с игрой идет потому что пока модах я никаких не ставил у него есть механическая коробка поэтому возьмем его ничего не будем выбирать пусть так как добром дом так мы заспавнились круиз у нас какой-то есенина сюда мы заходим alt и руль или джойстик так что мы видим баранка у нас не работает педали педали работают выжимы сцепления коробка работает так хорошо с рулем с рулем со с рулем сейчас попробуем решить так заходим обратно оси не указано да мы не указали руль здесь обязательно надо указать в руль тогда все должно быть хоккей да все а руль у нас закрутился причем достаточно быстро закрутился давайте запустим питание честно помаслать его наверно до запустился я так понял автоматическая сцепа стоит да когда за стоит автоматическая сцепа он не газует так смотрите что у нас происходит у нас немножко все наоборот когда мы выжимаем педаль у нас обороты падают когда мы отпускаем повышаются следовательно нам нужно снова залезть на стройке снова залезть на стройке в контроллер и в нашу ладжи тег и здесь на газ поставить галочку тогда должно быть всех окей да ну вот как видите ноги на педали нет и и обороты у нас холостые нажимаем педаль обороты пошли вверх как видите давайте отсечку лупанем да все работает по сцепи по сцепи та же самая история сейчас мы это все проверим так так сцепа и тормоз ставим галочки проверяем все тормоз у нас теперь не в полу сцепа тоже следовательно галочки надо было ставить самом начале так что имеем это в виду включим свет как я настроил проверим а мы вашки работают дальний свет ну и потом я до настрою как надо будет мне давайте попробуем что тронуться так ручник него где вообще в целом вроде снят первое трогается но он еще не прогретый все мы едем отлично значит у нас все получилось едем катимся по берлину на икарусе буквально чуть-чуть прокатимся чтобы все проверить все передачи втыкались и так далее как лично для себя я бы конечно немножко просвидбек бы настроил потому что руль совсем белый то есть не реалистично совершенно еще важно проверить отключается ли поворотник сам так поворотник не отключается сам а он вообще не отключается то здесь опять мы лезем в настройки то есть мы лезем снова в настройки так вот же так и здесь мы ищем поворотник через выкол он называться должен вот это обычный который у нас стоит мы уже поменяем его на поворотник 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 через выкол тогда он должен по идее выключаться правый это у нас левый а нам нужен правый то есть наоборот все у нас работает левый поворотник у нас работает правый поворотник все четенько целом я думаю на красный не стоит стоять потому что мы просто тестируем катаемся нам в принципе по херу четвертое ну и пятое а 5 у него похоже просто нет да давайте посмотрим нет 5 у него есть 5 у него есть просто не воткнулась тормоза работает изумительно так и для себя для себя я подкину форс фидбэк все равно чуть 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 буквально его так контроллера буквально вот 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 мили пищечку даже нужно вот 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 даже вот так наверное сделать вот уже уже лучше уже лучше гораздо приятнее так ну здесь мы сквозь трафик рванем зашла третья все стеклоочиститель пашет дальним можно отмаргивать то есть спокойно у нас все получилось с чем я вас и поздравляю и теперь перейдем к настройкам геймпада то есть на этом кому геймпад не нужен можно ролик закрывать ставить лайк подписываться и все остальное мы перейдем к настройке геймпада в качестве как вспомогательного устройства то есть чтобы нам например не тянутся клави лишний раз да чтоб например у вас как у меня на постоянно доставать что-то там нажимать открывать дверь и потом задвигать ехать вот чтоб этого не делать мы настроим просто вот здесь открывание дверей и какие-либо еще там на ваш вкус и цвет уже сами разберетесь снова настройки снова контроллер выбираем здесь уже к наш контроллер геймпад у вас может быть другой у меня f310 логи тэч тот же самый логи тэч на котором я гоняю в снов раннер так здесь у нас как видите стики работают стики работают но мне стики не нужны мне конкретно нужны кнопки которые я уже понажимал и они у меня появились даже вот эти кнопки можно задействовать курки кстати нельзя именно вот эти кнопки можно задействовать курки нельзя нельзя также вот эти нажимания на стики непосредственно тоже работает ну и я просто настроить для себя вот эти несколько клавиш для открывания дверей просто-напросто и все опять мы здесь снова ищем наши двери двери так передняя створка так ну поиски конечно это самая жесть остановочный тормоз включение дверей но это тоже надо будет поставить только на другую клавишу короче говоря процесс достаточно такой бесячий конкретно у меня он вызывает порой вообще бешенство но благо это нужно сделать только когда переустановил игру вот и в целом раз в год стабильная переустанавливаю игру и раз в год настроить не составляет труда но и доработать потом под себя блин хрен найдешь короче говоря кстати вот это насколько я помню key bass door front hall означает что мы с этой клавиши можем открыть все двери давайте ради проверки но вот только заднем все двери открывает переднюю эту первую створку он открывать не хочет но примерно как-то так на каждом автобусе конечно может все быть по-другому и не все двери открываться но по крайней мере у меня сейчас вот вот пока так пока так здесь двери до хренища но какая-то клавиша точно есть надо ее искать которая закрывает и открывает все двери одной лишь кнопкой одной лишь кнопкой я не знаю можно вот вообще абсолютно все что угодно настроить на эти кнопки вот просто блин повторюсь банально не знаю можно сдачу настроить можно что угодно настроить ну кстати крестик почему-то тоже здесь не работает как и здесь это идентичный крестик блин новый вид налоги ты чах это все одна и та же история мы у меня как-то было настроено вот здесь у меня была сдача там чет такое здесь выдача билета в общем каждый настроит под себя ну а на этом господа товарищи все всем огромное спасибо за просмотр подписываемся на канал ставим лайк всем удачи всем пока